Хотела вам показать очередной вылуп бройлерного цыпленка. В первых числах июля я заказала яйцо. Это было венгерское яйцо, рост 308. Взяла я порядка 300 яиц. Но у меня какие-то небольшие заказы были на птичку. И думала, что в основном весь выводок останется себе на откорм. Там получается как раз за бой ближе к сентябрю уже и сенокоз более-менее закончится. Сенаж, я думаю, что закончим крутить. И свободного времени будет чуть побольше. Ну и что вы думаете? Пока у меня яйцо крутилось в инкубаторе, поступило такое количество заказов, что цыплят мне даже и не осталось. Вот это остатки. Здесь порядка 20 голов. Сегодня приедут, последних птенцов заберут. И мне никто не останется. Поэтому я сделала очередной заказ. Мама съездила в город, забрала яйцо. Такой, знаете, полупустой инкубатор у меня. Здесь 200 яиц. Это КОП 500 Германии. Немецкое яйцо у меня впервые. Ну, вроде как поставщик сказал, что оплод хороший. Поэтому посмотрим. Получается, в середине августа будет вылуп. Ну и где-то в середине октября можно будет, ну либо в конце сентября, либо в середине октября можно будет уже убирать птичку. У нас как раз уже мясо бролерного цыпленка заканчивается. Совсем немножко тушек там осталось. И, как правило, зимой хорошо берут мясо, мясную продукцию. Поэтому будем выращивать вкусную, качественную птичку. Ну и в дальнейшем еще, так подумала, скорее всего, закажу яйцо курни сушек. Хочу каких-нибудь декалплайт белых. Сначала хотела заказать птицефабрики, но мама мне сказала, что Даша, возьми яйцо и вырасти сама. Ну и вот, в принципе, я заказала яйцо, жду поставку. И, возможно, в августе еще одну закладку бролерного цыпленка сделаю. Что-то мне даже как-то грустно. У меня инкубаторы стоят, но один только работает, да, полупустой, остальные все пустые. Ну ладно, от птички отдыхать тоже надо периодически. А это у меня третий день и один час. По семь это как раз бролерный цыпленок. Пока открывала температура, упала и влажность. Ну ладно, сейчас автоматически сам все нагонит. Сегодня ездила в город и заехала на Валберис. Попробовала гель от Изи Клин, теперь всегда его покупаю. Буду приводить в порядок свою рабочую одежду. Она регулярно пачкается, так как работаю с животными. То пятаками поросят и меня потыкают, то цыплят на корточках приходится лазить. Все в пятнах. Посмотрим, как гель Изи Клин справится с поставленной задачей. Здесь имеется таблица. Так как у нас жесткая вода и сильное загрязнение, нам на одну стирку потребуется 90 миллилитров. Укладываем вещи в барабан. Что мне нравится у Изи Клина, это очень экономичный расход. Одна стирка это 5-7 рублей и выгодный объем 5 литров. То, что надо для нас. Добрали целый барабан в грязный рабочий одежда. Включаем. Стирка завершена. Достаем вещи. Изи Клин отлично справился с поставленной задачей. У нас в деревне очень жесткая вода. И он как раз смягчает эту воду. Стоит такой приятный запах от одежды. И теперь больше не надо использовать кондиционер. В описании под видео я оставлю ссылки и артикул для заказа Изи Клина. Переходите, заказывайте. Ребята, покажу вам плоды наших трудов. Мы с мамой вдвоем убрали первую партию уток. Это у нас были муларды. 22 головы. Им было 2,5 месяца. Вот, конечно, желательно убирать либо в 2, либо в 3 месяца. Но мы, так скажем, не под уток подстраивались, а под сенокоз. Поэтому пришлось убирать в 2,5 месяца, когда была так себе погодка, дожди. И мы не занимались заготовкой кормов. И у нас были свободные денечки для забоя. Честно вам скажу, потратили вот на это, казалось бы, небольшое количество. 3 дня. Ну, понятно, утро и вечер мы ходили на хозяйство. Какие-то параллельно дела были. Но все же в первый день 10 уток убрали. Во второй день 12. И в третий день я уже в помещении вручную их дощипывала. И вакуумировала, опаливала. В общем, все делала. По весу я здесь всех их подписала. Видите, стоит дата, цена и вес. В общей сложности, в среднем, вес каждой тушки 2,5 кг. Есть какие-то по 3 кг плюс. Но в основном 2,5 кг. 2,7 кг. 2,890 кг. 2,5 кг ровно. 2,5 кг. В общем, все утки были за 2 кг. Я их всех завакуумировала. Хорошо, мы зимой заказали специальные вакуумные пакеты. Такие более плотные и более длинные. Для того, чтобы тушка туда поместилась. И, слава богу, все они у нас поместились в наш камерный вакууматор. Поэтому ничего у нас не потечет. Я считаю, что они у нас получились достаточно чистыми. По крайней мере, я очень старалась. Теперь те покупатели, которые приезжают к нам домой за молочной и мясной продукцией, смогут приобрести еще и свежезамороженную тушку утки. Также, кстати, вчера я сделала рассол и замариновала 2 утки. Хочу попробовать их покоптить. Ну, теперь 2 суток они будут в рассоле. Ну, а далее уже поедут в коптильню. Вроде так смотришь. На дне лежат эти утки. А трудов сколько много было. Времени на них потрачено. Конечно, с бройлерным цыпленком на порядок легче, быстрее, проще. Вот, поэтому утка у нас будет как деликатес. Честно скажу, с ними сложно. То есть, ни индейка, ни курица не занимает столько времени, сколько занимают водоплавающие. Имейте в виду. Хотела вам показать, как у нас подросли телятки. Наш маленький гром уже не такой маленький. Хорошо кушает. Раньше, знаете, поначалу молоко вешаешь с ведром. Балуется, пихает, бодается. А сейчас понимает, что если долго возиться будет, то его друзья допьют свое молоко, прибегут и отнимут у него. Поэтому приходится стоять на страже и контролировать, чтобы каждый выпил своего ведерка и у малыша не отобрал. Челки, конечно, крупные. Вот они наши галштиночки. Сейчас планирую заказать беркать и также берочки подписать их и уже разделить, чтобы они у нас, у каждой было свое имя, свой номерочек. Вот так чисто внешне они, конечно, как близняшки. Вот, вот, вот. Одна выпила и у второй давай отнимать. Девчонки, не стыдно вам? Иди давай, буду тебя держать. Все, ты уже свое выпил, у тебя соса чуть побольше. И ты быстрее всех выпила, и отнимать давай у остальных. Тут, правда, тоже уже молочко заканчивается. И сейчас принесу им еще сенца с кормушки. Хватит, хватит. Такие девочки большие, все молочко пьют, а. Смотрите, какие широкие стали, крупные, длинноногие. Сразу видно, что галштино даже уже они бычка догнали. Хотя бычок их старше. Причем прилично, на пару недель, по-моему. А видите, одного роста и практически одного телосложения. Так, все, нет, нет, нет. Маленький тут кушает. Вы свое все выпили. Хватит. О, как хочется. Молочка-то. И так пьете больше нужного три раза в день. Уже спокойно их можно переводить на двухразовое кормление. Но вот видите, из-за этого мелкого приходится всех три раза кормить. Повезло им. Благодаря тебе кушают. А так можно было, конечно, его одного поить, а всех этих отгонять. Но тоже тут такой табун. Их не отгонишь. Хватит. Нет, 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 нет. Тут, смотрите, прибежала. Ну-ка, иди, давай быстренько отседай. Давай, давай, быстренько. Все, нет, сейчас кушает маленький. Вы уже свое съели. Ты вообще посмотри, какой уже широкий. Как будет два месяца, закончим выпойку чуть-чуть. Посидят без молока и пойдут на выпас. В поле, там гулять, нечего тут сидеть. Нет, нет, нет. Нет. Смотрите, какой. Отнимай эту маленького. Иди, хватит. Вот такой у нас телятник. Две девочки, два мальчика. Кушай, кушай, мой маленький, кушай. У тебя тут еще где-то литр остался. Это у нас точно громик. А вам сейчас сено принесу. Вы только посмотрите, какие они стали большенькие. Только недавно пушистые были. А сейчас уже выглядят, как взрослые ласточки. Еще пока не начинают летать. Видите, в этом году даже не развешивали липкую ленту здесь, потому что в прошлом году несколько пченцов у нас прилипали. Они, конечно, все-таки улетели, но не будем рисковать малышами. Вот там родители чирикают. Да ладно, я их только снимаю, даже не трогаю. Спрятали трусишки такие большие. А, да не бойтесь. Скоро подрастете и уже улетите в свой новый дом. Мы убрали первую порцию литок. Тушки стараемся вакуумировать. Либо продавать целиком, либо сейчас научились коптить. А вот печень и сердце у нас традиционно идут на паштеты. В прошлом году это у нас был хит-продаж паштет из утки. Мама сейчас поделится с вами рецептом. На самом деле рецепт очень простой. В составе сердце, печень, утки, лук, морковь, сливки, сливочное масло, соль, перец и мускатный орех. Все это пассируется, раскладывается. А, потом пробиваем на блендере, разливаем в баночки. Сейчас мы закроем крышками и в автоклав. Получается очень вкусно. В принципе, паштеты у нас разлетаются на ура. Мы делаем их в большом количестве, поэтому, кто тоже держит хозяйство, имейте в виду, что глубокая переработка, она, конечно, больше пользуется спросом. В этом нам будет помогать наш личный повар. Вообще у нас автоклавы трудятся круглогодично. Сейчас мы в этот автоклав поставим паштеты. Как только они будут готовы, мы уже зарядим два наших автоклавы из нержавейки. Там у нас будет делаться тушенка и свинина. Она у нас тоже уже закончилась, люди спрашивают, поэтому будем пополнять наши запасы. Сейчас, ребята, поближе вам покажу. Личный повар. Вот так он выглядит. Очень удачный автоклав. Я в нем готовлю и баночки, и приноровилась я в нем делать холодец. Очень удобно, быстро, но совсем нетрудозатратно. Прямо он у меня, знаете, как обычная моя домашняя кастрюля, всегда она у меня под рукой. Да, мы даже наши автоклавы никуда не убираем, потому что постоянно ими пользуемся. Либо это у нас курица, либо утка, индейка, свинина и пошел-поехало. В описании под видеороликом мы оставим ссылочки для заказа автоклавы «Домашний стандарт». Переходите, заказывайте, я уверена, вы не пожалеете. И вот, что я себе еще заказала. Роговыжигатель, наконец-таки, это газовый. По-моему, он стоил в районе 27 тысяч рублей. Вот еще взяла запасной газовый баллончик для заправки. Ну, теперь, конечно, роговыжигатель мне потребуется не так скоро, так как в ближайшее время окоты будут только осенью, а отелы начнутся с ноября, ноябрь-декабрь. Вот так он выглядит. Думаю, что когда первый раз буду выжигать рога, попрошу знакомых приехать, чтобы показали наглядно еще один раз, и уже в дальнейшем буду работать сама. У кого-то это бизнес, но для нас это просто экономия времени, чтобы не ездить за специалистами, а выжигать рожки самим. Рогатых животных мы уже вообще не представляем и не видим в своем хозяйстве, поэтому мы будем выжигать. Знаю, что есть пасты, но они не очень удобные, не всегда практичные, поэтому вот газовый роговыжигатель, я думаю, что это самое лучшее, что можно придумать. Вот так вот. Я сегодня на доставке еды, мама испекла горячих пирожков с капустой и с яйцом, вот привезла ребятам в поле, косилка кроновская подломалась, там какой-то вал сломался, поэтому придется его сейчас везти к токарину починку, поэтому в поле косит один наш тракторок, и вот с правой стороны запрессованные рулончики лежат, их со дня на день начнем отгружать уже покупателям. Там были у нас луговые травы, но хорошая трава, поэтому луговые травы тоже бывают разные. Масса здесь хорошая, ведь и клевер также присутствует. Вот эта часть вроде бы как сейная. В прошлом году здесь века овес был, а в этом году клевер Тимофеевка тоже будем сушить и, наверное, через пару-тройку дней прессовать. Пока погода позволяет, занимаемся заготовкой сена. А уже в непогоду будем крутить сенаж, потому что небольшой дождик, пасмурно, ничего страшного, сенажу не будет. А вот сенцо, конечно, оно попортится. Очередное видео-репортаж с поля. Я сегодня начала работать на МТЗ, ворошила, а с обеда уже стала косить на йотике. Это мы сейчас на фермерских полях. Косили мы, кстати, на двух тракторах. Фермера-механизатор на 12-21 с крона был. Наш механизатор сначала был на йотике с берку 3,2. Я была на 82-м МТЗ с ворошилкой. Нашей крона. Ой, уже 9-й час вечера. И думаю, что пора выдвигаться домой. Так надеялась, что мы докосим это поле. Но нет, не успели. Здесь поле сейное. Клевер Тимофеевка. Я думаю, что вам видно. Трава стояла просто шикарная. Травостой отличный. Видимо, здесь земля хорошая. Посмотрите, какой клевер. Насколько он густой. Волок огромный. Ну вот, конечно, на ворошилке работать удобно. А вот косилки, что наша, что кроновская. И та, и другая забивались. Периодически. Ну, из-за того, что масса отличная. Завтра, думаю, докосим это поле. Разбросаем. У нас неделю показывает хорошую солнечную погоду. Поэтому это поле планируем убрать на сено. Ну, а потом фермер здесь, скорее всего, соберет второй укос сеножа. А я вот, смотрите, босая практически. Сегодня на ворошилке работала. И жарко было. В МТЗ открыла двери. И, в общем, один мой тапочек улетел. Пошла искала. А за мной же ворошилка. Она забрасывает это. Ладно, если бы косилка была. Рядышком бы упала и валялся. А после ворошилки не найти мой башмак. Так что чувствую, что у кого-то в сене в рулоне будет подарок. Вообще, я надеялась, что после, может быть, граблей я смогу найти ботинок. Но если его сеном закидать, то, может быть, и не найду. Так, ну все, выдвигаюсь домой. А завтра продолжим работу. Так, все, помчала я. Кстати, из новостей заказали мы стекла. И вот это, и нижнее. Большое стекло по стоимости 5500. А вот это маленькое 500 рублей. Так что, в принципе, не так уж и дорого. Скоро можно будет комфортно работать с кондиционером. А то сейчас в лицо дует, а со всех сторон жара идет. Сегодня первый раз выпустили султана к нашим козам. Вот его папа. Сзади такой большенький. А это сыночка. Что-то мы подумали. Навряд ли он сможет кого-то покрыть в таком возрасте, в четырехмесячном. Тем более, когда здесь есть взрослый козел. Пусть ходит, гуляет с девчонками, с мальчишками. Так похожи они. Голова у них одинаковая. Налупит. Это ж сын твой. Принц. Ну куда ты запрыгиваешь на маленького ребенка? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А вот наши козюленьки на прогулке века. Деловые такие. Видели, какой у вас жених приехал вчера? Познакомились? Ну, в общем, будут у нас теперь все дружно вместе гулять. И большие, и малые. Я снова на Синокосе. Только это уже не наши поля, а фермерские. Предварительно здесь все скосили, проворошили, сгребли. И я сейчас вот прессую. С обеда сделала порядка 130 рулонов. И первая поломка пресс-подборщика. Вот там вдалеке стоит пресс-подборщик. И вам, наверное, виднеется то, что рулончик оттуда не выпрыгнул. Я это заметила сразу, потому что обычно, когда рулон выпрыгивает, там видно поле. Да, но там была темнота. Я еще предположила, что рулон не выпрыгнул. Ну, в общем, закрыла все равно крышку, потому что такие поломки у меня были только в прошлом году. Ну, и отъехав немножко, я заметила, что все-таки рулон не лежит. Снова открыла, поэтому у меня плюс один там на счетчике. То есть, соответственно, уже один рулон, а на счетчике как будто бы их два. А задний вал не крутится, который отвечает, так скажем, за выпрыгивание рулончика из пресс-подборщика. Ну и вот, что и следовало доказать. Это цепь. И здесь у нас поломка. В прошлом году постоянно у меня эта цепь ломалась. Я даже купила какую-то новую, не знаю, более крепкую, что ли. Вот. Здесь надо, по-моему, звено поставить. Ну, в общем, без этой цепи не крутится задний вал. И рулоны просто не выпрыгивают, а застревают там. Позвонила механизатору, который работает у фермера. Попросила, чтобы он приехал и помог, потому что... Ну, вот работать я могу. Как видите, вот тут сколько рулонов. Кстати, самое обидное, у меня осталось три длинных волка. Ну, да ладно, четыре. И вот два коротеньких, пять волков. Посмотрите, сколько рулонов вот там сделано. Там всего лишь... Вчера я сделала сорок рулонов. Щетчик я обнулила, когда приехала на это поле. Вчера я сделала сорок четыре рулона, а сейчас на счетчике... Ну, сто семьдесят четыре, а по факту сто семьдесят три рулона. То есть сто двадцать девять рулонов я сделала. И вот чуть-чуть осталось, чтобы поехать домой. Уже вечереет. Ну, практически семь часов вечера. Я думала, раз-раз сейчас быстренько все это доделаю. Но нет. Пресс-подборщик внес свои коррективы. Ладно, надеюсь, что мне сейчас приедут. Моя группа поддержки помогут починить пресс. Я допрессую оставшиеся волки и уже поеду домой отдыхать. Завтра начнем дальше. Выкашивать следующие поля. Но моя работа потребуется не скоро. Знаете, сейчас вот прям заметила разницу между колесно-пальцевыми граблями и нашими, которые работают от вома и с более широким захватом. Получается то, что после работы наших граблей мне приходится на пресс-подборщике работать намного меньше. Волок более широкий, да, в нем больше массы. И, соответственно, катаясь туда-сюда я намного меньше, нежели чем после вот этих колесно-пальцевых. Волок где-то поменьше, где-то погуще. И я туда-сюда, туда-сюда. Конечно, у меня производительность падает. Вот. Но ничего не поделаешь. Мы работаем на ворошилке и на пресс-подборщике. Фермеры, механизаторы работают на косилке и на граблях. Так мы пришили. Кто-то в комментариях спрашивал, на каких условиях. Нет, не на денежных. Так скажем, наша зарплата будет выдана нам рулончиками сена. Поэтому будем заготавливать хорошие корма для животных. Как для наших, так и для других. Знаете, мне здесь очень понравилось, хоть это поле и не сеянное. Здесь, можно сказать, дикушка растет. Но травка очень меленькая. И она прям такая зелененькая, хорошенькая, с цветочками, с семенами. Потом здесь клеверочка достаточно много, тоже такая хорошая. Я думаю, что вот козам, телятам прям самое то будет. А пока я могу немножко передохнуть, потому что сегодня приехала в 2 часа дня. Вот. В 2 часа дня приехала. Сейчас 7 часов. За 5 часов я сделала всего лишь 130 рулонов. А почему? Потому что волок маленький. Я вообще сегодня не останавливалась. Представляете? И даже в магазин не заезжала. Водички не покупала, ни яблочек, ничего. У нас сегодня такие тучи ужасные ходили. Мы с мамой сегодня с утра на хозяйстве управились, потому что доярки выходной. И помчала в поле. Тучи черные ходили. Прям, знаете, кругом вот так вот вокруг меня. Я думала, вот-вот, Ливанет. Вот-вот. Думала, сейчас буквально 5-10-20-30 рулонов сделаю. Час поработаю и все. И домой поеду. Но не тут-то было. Эти тучи вот так вокруг меня прошли и ушли. Ну и все. И я вот с обеда тут катаюсь, катаюсь, все допрессовать не могу. Но вот это, конечно, поломка. Не вовремя. Ну, поломки никогда не бывают вовремя. Но все же уже так настроилась, что домой поеду скорее-скорее. Но, ладно, подожду. Главное, что мне приедут, помогут. Чтобы починить эту цепь, надо вот тут вот ее как-то просовывать не очень удобно. Вот эту цепь маленькую очень неудобно устанавливать. Я вообще сколько ни пыталась, у меня не получается там. Ее натянуть надо, закрепить надо. Вот. Утиный побег. Я пока убиралась у них в домике. Переставляла на свежую травку. Набирала поилку, кормушку. Они здесь дружно потесали гулять по полям. Теперь надо бы их загнать. Здесь, по-моему, у меня 59 мулардов и 10 агидель. Ну, как мне вас загнать одной гулены? Такая орда большая. Уже, наверное, в ближайшее время их в домик пересадим, которые бывшие куриные домики. Чтобы у них там побольше места было. А пока вот так вот каждый день переставляю на чистую травку их. Чтобы они не пачкались, ну и попастись могли. Сегодня такой ливень у нас был. Фриз накрыли. Вот там сухие рулончики хорошие. Надо поправить. Вот так. Все закрыто. Так, все, пойдемте быстренько в домик. Я вас там убралась. Уже, наверное, устали бегать с непривычки. Сегодня индюков пересадили с мамой. Выселили уже из помещения на улицу. И, как назло, сегодня два раза дождь был. Да такой сильный. Вон, видите, даже лужи стоят. Там индюки у нас помылись. Хоть и не входило это в наши планы. Какие-то, смотрю, побольше, какие-то совсем поменьше. Ну ладно, вырастут еще до осени много времени. Устал уже, да? Ну давай. Давай. Уже сил нету бежать. Ой, сейчас опять все тюмазые будете по лужам. Плюх-плюх. Перенесла вот так домик вручную. На чистой травке. Насыпала полную кормушку. Набрала чистой воды. Уже вот этой поилки им на ночь не хватает. С утра приходим, всегда водички нет. А остальные поилки у меня тоже заняты такие. Ведра не ставлю, чтобы не утонули, не дай бог. Поэтому всегда такие бункерные поилки очень удобные. Но у меня их постоянно не хватает. Каждый год докупаю, но все равно мало. Поголовь птицы каждый год только растет. Вот вычистила тут. Здесь у нас пол деревянный. Скребков все вычистила. Так что теперь у вас чистота. Можно было бы, конечно, все опилочек сыпануть. Было бы вообще идеально. Вот так они у нас в летних домиках растут. Уточки. И убираться практически не надо. И птицы хорошо на свежем воздухе. Так что такие домики, конечно, красота. И никто не украдет. Не вороны, как это у нас однажды было. Знаете, такую подросшенную птицу. Породистую птицу. Тогда у нас были ухейлюи молодняк. Так, палоска золота, серебро. Прям за одно утро, наверное, голов 30. Четырех месячных подросшенных цыплят. Вот просто забили. Кишки подоставали. Ну, грубо говоря, ладно бы украли и съели. Так просто попортили. Поубивали птицу. Поэтому теперь стараемся молодняк всегда спрятать. Чтобы никто не утащил ни лисы, ни вороны, ни ястребы. В общем, бережем. А когда подрастут, уже можно спокойно убирать. Здесь, видите, у них и крыша есть. Поликарбонат. Дождь сегодня шел, они практически не намокли. И все кормушки с комбикормом. В целости и сохранности. Удобный такой домик. Так что имейте в виду. Здесь у них под крышей и со стенами, и пол. А здесь травка и только поликарбонат, сетка по краям. Вот, хотела вам пожаловаться на коз. Вот так они у нас спят в кормушках. Поэтому был построен ангар. Для того, чтобы они всю зиму, весну, осень не портили корма коровам. То есть они туда запрыгивают, спят там, писают, какают. В общем, сколько бы мы их не выгоняли, все равно им нравится спать на возвышенности. В идеале, чтобы это было сено. Хотя вот там есть гора Щебня. С другой стороны есть гора Песка. Но в сене видно всем поприятнее. Вот эта маленькая козочка. Она у нас, по-моему, пуговкина. И она пришла в охоту. Только-только недавно мы привезли принца. Вон он гуляет. И он уже вовсю за ней ухаживает. Я думаю, что покроет ее. Буду также по козочкам записывать все. Ну и, соответственно, ожидать дальнейшем окотов. У пуговки уже большой живот. Три месяца. То есть до окота у нее пару месяцев осталось. Не знаю, сколько она нам принесет. В прошлом году у нее была двойня. Козочка и козлик. Но куда ногу-то на дочку закинула? Не стыдно тебе? Пуговица, а? Как две царицы здесь лежите. А козлик лежал, сторожил мелкую. Но меня увидел, испугался, убежал. А феошка там с маленьким козликом и с другими козочками под навозником лежат. Там такой тенечек. Им там хорошо. Кстати, о навозоразбрасывателе. Вчера мы отгрузили наш старый навозник. Он у нас уехал за полторы тысячи километров. В принципе, как мы купили его за 120 тысяч, так и продали. Только я платила погрузку краном 5000 рублей. Можно сказать, в ноль вышли. В небольшой минус. Ну и, соответственно, за эти деньги, чуть-чуть добавив, мы купили уже большой навозоразбрасыватель. Вот там. Маленький у нас стоял. Теперь его нет. Вчера отогнали в небольшой город. Там кран есть стационарный. Взяли немного за погрузку. А если вызывать с города кран и с нашей фермы отгрузить навозник, я, знаете, звонила, узнавала. Что-то там, не знаю, 43 тысячи, что ли, насчитали мне за погрузку. Там 4 часа минимально, 2 часа на дорогу. То есть все, 5-е, 10-е. Я когда услышала цену, у меня аж плохо стало. Ну вот, нашли за 5 тысяч, отгрузили, увезли. Так что у нас теперь ненужной техники нет. Все распродали. Все, что было маленькое, трехкорпусной плуг продали, маленький дискатор продали, навозоразбрасыватель маленький продали, грабли старые продали, маленькие. Вот, все у нас разошлось. Теперь в основном навесной у нас на йотик, на более мощный. Ну и будем стремиться к таким более крупным агрегатам для того, чтобы и экономить дистопливо, и меньше работать в тракторе, и моточасы меньше накручивать. В общем, сейчас у нас уже такая более-менее, я считаю, хорошая техника. И вообще, хороший такой комплект собрался. А я вот в обед пришла воду набрать коровкам. На удивление, сегодня стоит жара, но они все ушли в поле в обед гулять. Обычно они днем тут около кормушек толкаются. Был сильный ветер, вот там, видите, флис у нас перекинуло. Надо его растянуть хорошо и желательно зафиксировать. Ну а я заодно, пока набирается вода, хочу набрать сено маленьким телятам. Решила тут чуть-чуть прибраться, и вот там у меня утки сейчас вам покажу. Днем уборки мало, ну потому что практически никого нет. А вот по утрам сколько мы тачек таскаем, ой-ой-ой. Субтитры сделал DimaTorzok